Есть разница между девушками? Такой вопрос возникал, смотрелась ли девушка вообще в зеркало? Рабочая сторона там или... Ох, раньше там было хорошо, сейчас хуже, все хуже и хуже. Откуда деньги? Спонсоры, может быть? Мы занимаемся, разумеется, коммерческой деятельностью, которая подпитывает нашу общественную деятельность. Скажи мне, были какие-то за твою карьеру непристойные предложения? Слава Богу, что мужчина еще интересуется девушками. Зачем вы красите ребенка? Я не такая, я жду трамвай. Ты же сейчас в купальниках не проводишь дефиле? А что такого неприличного? Изольда Генриевна, приветствую вас. Добрый день. Мы находимся, наверное, в самом прекрасном офисе Казани, в котором концентрация красавиц на один квадратный метр превышает все мыслимые нормы. Правильно я понимаю? Спасибо, наверное, вам виднее. Сколько же их прошло через вас, этих красавиц? Как давно вы этим занимаетесь? Конкурс «Мистер Торстан» будет проводиться уже в 22-й раз. Почти круглая дата такая. Да, если учитывать только всех финалисток, то их 30 человек ежегодно. Ну а в предварительных этапах участвуют, конечно, тысячи девушек ежегодно. Поэтому, собственно говоря, я никогда не задавалась с этой темой. Вы задаетесь, потому что это же интересно. Количество девушек, которые прошли через проект «Мистер Торстан». Давайте об этом конкурсе поговорим. Чем он будет отличаться? Какие этапы? Что? Кто может пойти? Как пойти? Куда? Куда звонить? Куда бежать? Ну, структура конкурса, она традиционная. И, собственно говоря, от нее мы не будем отступать и в этом году. Потому что есть обязательные требования, которые выставляются в процессе конкурса. Ну а участвовать в нем могут девушки от 14 до 23 лет. И претендующие на этот титул. Имеющие, конечно же, привлекательную внешность. Встречают, говорят, по одежке. То есть, имея в виду внешнюю привлекательность. Это обязательные условия, но недостаточные. Конечно же, уровень IQ у девушки должен быть определенный. А творческие, конечно же, творческие, безусловно, желательно приветствуются. Но это не значит, что только танцоров, только певцов мы приглашаем. Потому что творческие люди... Там свои конкурсы есть. Да, то есть профессиональных таких требований в той или иной сфере у нас нет абсолютно. Поэтому главное, чтобы был человек интересный, чтобы он был харизматичный, чтобы внутри этой личности просматривался характер, интересно. Ну, то есть красота для меня – это слияние всего. И если чего-то не хватает, внутреннего содержания или внешней какой-то привлекательности, умение коммуницировать, умение себя нести, умение преподнести, умение, в конце концов, выйти на сцену. Потому что финал конкурса проводится именно в таком формате. Публичным, много зрителей. Конечно, конечно. Селевидение, софиты, все это очень так... Конкурс, поскольку имеет уже давнюю историю, и его формат многим уже понятен. И девушки специально готовятся и приходят, надо сказать, в большинстве своем готовые. То есть по подиуму ходить умеют уже, так ли? Ну, может быть, не столько по подиуму, а во всяком случае психологически. Они готовы к тому, что нужно разговаривать, что нужно отвечать на вопросы, что нужно быть не просто там как-то сделать красивый макияж и произвести внешнее впечатление, но придется еще и много чем заниматься. И такая фальшина сразу на поверхность вылезает, если чего-то где-то не достается. А давай сравним 22 года назад, 20 лет назад, уровень интеллектуальный какой-то, я не знаю, критерий красоты. И вот последние годы. Есть разница между девушками? Есть разница, разница есть, потому что сейчас я говорю, что понятен формат конкурса, в котором и какие требования предъявляются. Тоже понятно, что это не просто покрасоваться, выйти на сцену, надеть один наряд, переодеться в другой наряд и как-то достаточно манерно выйти на подиум, вызывающий иногда походкой, как это было на заре конкурса, когда приходили толпы девушек, которые иногда у меня даже возникало такое, такой вопрос возникал, смотрела ли девушка вообще в зеркало, вот, ну, например, сегодня. Да, поэтому такой вот, а сейчас нет, сейчас уже, сейчас, ну, большинство людей, безусловно, они готовятся, они идут целенаправленно. Смотрятся в зеркало. Да, да, не только, да, то есть они готовят, то есть физически себя готовят, потому что ходить в спортзал, наверное, заниматься фитнесом, по крайней мере. Скажи, а побеждают лучше? Ну, а есть сомнения в этом? Я спрашиваю. Я, собственно говоря, и создала этот конкурс, и 22 года он живет, только ради того, чтобы действительно, вы знаете, не просто, не просто вот выбрать эту девушку, там, ей чего-то подарить, и как-то короновать ее, и чтобы удовлетворить ее как-то... Амбиции. Да, да, ее амбиции, ее стремления, а, наверное, создать такой пример для подражания, потому что, собственно говоря, вот то, про что вы говорите, когда люди в Инстаграме, мне даже задавали вопрос, а что вот их кто-то учит, может быть, в вашей школе, изольтгеново их учат, значит, делать губки уточкой и фотографировать себя, то есть делать селфи, размещать это, да. Ну, это часть какой-то, какая-то поверхностная сегодняшней ситуации, то, что это делается, то, что это как-то, да, муссируется. Рабочая сторона там, да, возможно, это, возможно, это тоже важно. Нет у меня такого вот, то есть негатива, ох, раньше там было хорошо, сейчас хуже, все хуже и хуже, нет, если бы были бы такие у меня... Ты бы не вела еще корон. Да, то есть, наверное, бы, да, я бы как-то ушла куда-то в какое-то небытие. Откуда деньги? Спонсоры, может быть, не знаю, государство как-нибудь поддерживает? На что вы проводите этот все конкурс? Ну, вы знаете... Призы там богатые достаточно. Вы знаете, конечно же, то есть партнерская база, в которой мы работаем все вот эти годы, и, собственно говоря, мы благодарим, больше благодарны нашим постоянным партнерам, потому что, собственно говоря, вот та партнерская база, которая сейчас у нас имеется, это вот результат вот всех этих десятилетий уже работы, и поэтому меня это очень радует, то, что есть коммерческие структуры, которые понимают, что вот то, чем мы занимаемся, это важно. Понятно, что это, значит, партнерство строится на том, что люди получают рекламный пакет по этому мероприятию. Это бизнес, да? Ты спонсируешь, получаешь свои... Достаточно востребовано. И, конечно же, благодаря поддержке правительства Республики Татарстан, то есть без него конкурс... Она финансовая, она моральная, там какая поддержка? Вы знаете, все важно в данном случае. То есть я вообще расположу, значит, возможность проведения этого конкурса, она и финансово поддерживается, и, конечно... То есть есть помогает, да, правительство? Конечно же, да, то есть и статус конкурса благодаря поддержке организуется, и поэтому, наверное, и партнерская база, то есть достойная выстраивается. Тут все взаимосвязано, и, значит, одно без другого невозможно. Но вообще я хочу сказать, что вот общественная деятельность наша и вообще наша общественная организация Мистер Татарстан, она была создана как именно общественная организация, и деятельность направлена на это. Дожди, то есть у тебя не стоит в эти получения прибыли общественная, да? Да, то есть в целях задачи общественной организации, да, но мы занимаемся, разумеется, коммерческой деятельностью, которая подпитывает нашу общественную деятельность. Да, то есть школа, о которой я говорила, то есть студии МТ, это коммерческое подразделение нашей структуры, и, разумеется, школы – это платное. Второе направление нашей деятельности – это агентство, агентство моделей, которое профессионально работает, и, собственно говоря… То есть ты предоставляешь модели для фото, видео, для… Для рекламных, да, акций, да, то есть всяких презентационных, да, то есть вся та сфера, где работают профессиональные модели, и работают они за деньги. А девочки вот красивые с чак-чаком выходят, которые портут встречают, это ваше, да? Конечно, все то, что связано, значит, с работой модели, это тоже коммерческая составляющая нашей структуры. Нужно двигаться. Хорошо, скажи, вот все равно, где красота, там все равно есть там мотыльки, да, всякие, которые как на свет слетаются, и с нехорошими мыслями тоже. Скажи мне, были какие-то за твою карьеру непристойные предложения? Может быть, там кто-то искал себе там или любовницу там или… Да, конечно, конечно, да, конечно, обращались и обращаются, и все остальное. До сих пор еще… Ну, сейчас реже уже, значительно реже, да, потому что, собственно говоря, уже имидж создан, и всем все понятно. Но некоторые как-то думают, что все-таки это какой-то фасад, а за фасадом что-то кроется. Да, вот я говорю, что даже не размышляя там о моральности или неморальности того или иного, да, то есть я стараюсь всегда сказать, вы знаете, вот это другой бизнес, это не наш бизнес, это не наша сфера. Да, конечно, что касается там поиска, значит, второй половины, но есть агентство, которое этим занимается, да, Свахи там какие-то, да, да, конечно. Свахи не работают, скажешь? Нет, нет, да, может зря, конечно. Ну, что-то более прибыльно. Но, да, но тем не менее, тем не менее, так случилось уже, да, то есть и мне это совершенно тем неинтересно. Вот, а что касается непристойных предложений, ну, вот я уже говорю, что, возвращаясь опять к той же, если нет самого главного, главной составляющей в понятии красота, чистота, то есть поэтому все, она теряется, нету красоты. Мне не хочется говорить, что мы вот такие рафиниры, нет, я не такая, я жду трамвая, да, то есть это, ну, это глупо, вот просто глупо, не нужно, неинтересно и фальшиво, непристойно, нечисто. Вот это самое главное. Наверное, два слова для меня имеют ключевое значение. Это фальшь и чистота. Расскажи, пожалуйста, об участии ваших моделей в 45-м чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills. Их же привлекали. Вспомним, может быть, универсиаду, как это же целая история. Я там тоже краем глаза видел, как девочки работали, выходили медальные вот это. Это же целая процедура огромная, столько нужно было, я не знаю, отработать, вышкалить, чтобы все четко было. Сложно было? Это особая тема. Началось с того, что в 2013, за два года до этого, готовясь к нашей универсиаде, конкурс, лица универсиады мы стали проводить. И подбирая именно волонтерскую группу, потому что все эти, значит, вот это обслуживание таких спортивных моделей, оно использует тему волонтерства. Универсиады 2013, все наградные церемонии, безусловно, мы все провели. Великолепно с этого момента началось. Потом была Олимпиада в Сочи, в которой ваши девочки тоже работали, да? Да, не наши девочки, а моя команда поехала туда, и мы занимались с волонтерской группой, которая была набрана там, и готовили их за очень крайне короткий период, не так, как на универсиаде мы там... Волонтерскую группу приобрели уже. Глобально, да, то есть, ну и, в общем, да. И опять же, все наградные церемонии на всех объектах Олимпиады 2014 мы подготовили. То есть ты была ответственна за наградные церемонии, за выход из вашей команды? Нет, там много было ответственных режиссеров и там руководители, которые за всю историю ототвечали, да? То есть мы занимались только именно конкретно этими волонтерами, которые выходили, то есть мы их учили ходить, двигаться. Модельные, там же модельная внешность, их же на весь мир показывали. Да, 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 конечно. Модели должны быть. Ну, вот видите, мы очень хорошо поработали, да, поэтому... Поэтому, да, то есть наши русские, российские, красавицы. Лица были достойны, да, соответственно. Ну, и дальше... А чемпионат мира? Чемпионат мира по водным видам. То же по водным видам. Да, то есть все, все вот спортивные... Футбольные вот эти соревнования, да? Да, конечно, то есть мы и участвовали в параде, то есть стран, и в наградных церемониях, то есть... То есть WorldSkills, который прошел в этом... WorldSkills, это да. Раз так и все получилось хорошо, да? Опыт же есть у вас? Ну, это не так раз. Это каждый раз, это серьезная работа, которую, да, которую приходится делать, и мы стараемся ее выполнить так, чтобы это было действительно хорошо. В этом году, то есть девушки у меня выходили, вы же знаете, погодные условия случились, то есть был ливень, то есть и как раз церемония награждения, и они выстояли, то есть глазом не моргнули никто, хотя ливень просто сшибал с ног, и... Мокрый же с ног до головы. Да, то есть и холодно было, и все остальное, но выдержали. Тренировки, репетиции. Это воспитывается, и, собственно говоря, быть красивым, это ведь искусство, которому надо учиться, и еще и трудиться. Много ли ваших, ну, девочек, которые прошли через Мисс Татарстан, стали участвовать в других конкурсах, побеждать международных? Чем ты гордишься, чем вы гордитесь? Что касается побед российских и международных, то есть их бесчисленное количество, несколько раз мы побеждали в конкурсе Мисс Россия, в нашем национальном конкурсе, это понятно. Международные победы, их очень, их ежегодно, большое количество мы привозим титулов в нашу республику. Это очень важно, вот в нашей сфере деятельности, подтверждать так высокий статус не только России, но прежде всего Татарстана. То есть мы акцентируем внимание, что мы не просто страна России, но мы еще особенное место в России. Это наша республика Татарстана. То есть, по сути, ваши девушки послы Татарстана? Да, да. Немного, немало. Россия, и, как правило, мы акцентируем Россия, Татарстан. Скажи, много ли девочек, еще раз прошедшие через, значит, Гармила конкурса, стали профессиональными моделями? Да. И на международном уровне, кто вот засветился так ярко там, кем ты гордишься? Ну, сейчас, наверное, надо назвать имя, прежде всего, Ирины Шариповой, которая, победив в конкурсе мисс Татарстан в 2010 году, затем она стала вице-мисс Россия. И впервые за 60-летнюю историю конкурса на тот момент принимала в международном конкурсе мисс Мира. Мисс Мира, то есть мы ездили, мы смотрели, мы представляли Россию, республику на таком уровне хорошем. И что касается карьеры, да, она состоялась, она очень яркая, она очень убедительная, самые, значит, такие бренды известные. Ирина участвовала в них, была лицом многих компаний и так далее. А вы общаетесь, продолжаете с ней? Конечно, конечно. Приезжает, мастер-классы какие-то проводит? Да, и жюри, и конкурсы, и наставнические какие-то моменты, безусловно. Сейчас Ирина родила ребенка уже, то есть все в жизни складывается неплохо, я думаю. Я всегда осторожничаю, говорю, неплохо, но на самом деле все хорошо. И наши девушки успешны и в модельной карьере, кому это надо, и кому это интересно. Они работают и выходят на лучшие подиумы мира. Их много, то есть имена там можно посмотреть. Вот международный 19-й конкурс красоты «Мисс Земля-2019». Алиса Маненок, да, завоевала титул? Да, очень много, вы знаете, титулов, их не счесть. Слушай, ну, у меня ощущение, ведь столько конкурсов, а кто более значимый, кто менее? Ну, Мисс Мира, естественно, да? Да, Мисс Мира, Мисс Вселенная. А есть градации? Да, то есть какие-то... Нет градации. Ну, нет градации, да, поэтому, да, поэтому тут все очень сложно. Кто успел назвать с каким-то звучным именем, значит, запатентовать это дело, тот так и проводит. По поводу детских конкурсов, ну, это особенная тема, да? Да, многие, кстати, очень против, зачем девочек с такого возраста там. Ну, критика была и есть, по-моему, в этом смысле. Смотря куда и смотря, кому вы отдаете ребенка. Зачем вы красите ребенка? Да, ну, то, что красить не нужно, это понятно, да, то есть, я не знаю, но, вы знаете, глупо на эту тему рассуждать. Есть всегда какая-то команда фриков, которые куда ни... Чем не занимаются, они будут там, бабы-яга против, да? В какой, да, в какой, в любой сфере абсолютно. И в любой, значит, я говорю, и в опере можно пошлости научить, понимаете? Поэтому здесь не тема конкурсов вообще, потому что конкурс – это стимул для развития. Причем, я говорю, в такой, в игровой форме. Дети играют в принцесс, играют в какую-то сказку, им нравится, значит, это сказка для них. Но кроме того, что, вот я говорю, против, не просто выйти на подиум и там что-то продемонстрировать, а именно показать свои творческие способности. И только в этом ключе проводится конкурс. Бояться этого не надо, просто нужно всегда отдавать отчет родителям, кому вы ведете, какие цели эти люди преследуют. Если просто собрать оргвознос, то есть вы заплатите деньги и, возможно, купите даже корону. Да, за первое место. Да, да, купите корону. Ну, вот для чего это нужно родителям, я даже вообще не понимаю. Сама оценки ребенка, или мамы самооценки, там с папкой. Да, вот, скорее всего, не про ребенка тут речь, да, а действительно свои собственные амбиции родители таким образом пытаются подтвердить. Но, опять же, я возвращаюсь к своих, значит, цитирую себя. То есть это фальшь, и это нечистоплотность. У тебя феминистки возле офиса еще с плакатами не стоят. Вот это знаменитое решение, что с формулы 1 девочки уйдут, да, которые там десятилетиями были одним из олицетворений. И, ну, якобы вот эти вот мужские нездоровые интересы унижают женщину как таковую. Слушайте, мне кажется, интерес к девушке мужчины – это как раз здоровое. Вот сейчас другая тема появилась, то есть интерес к своему полу. Ну, у тебя не было никаких, проводя конкурсы, вы унижаете достоинство женщины. Ну, какие-то, знаете, наверное, неяркие выступления со стороны, наверное, прессы. Иногда там какой-то робкий голос чего-то такой задает на пресс-конференции. Но, вы знаете, вот перегиб в одну или в другую сторону – это всегда плохо. То есть фанатизм в любом своем проявлении – это плохо. Это плохо. То есть если люди ничего не видят, ну, не видят за внешними какими-то моментами содержания, ну, значит, это не очень далекие люди. Не очень далекие люди. Поэтому я на это реагирую совершенно спокойно, толерантно, как вы говорите, безусловно. Но мне это не близко, и я любой фанатизм, любую истерику воспринимаю, ну, как мне кажется, адекватно. Понимаете? То есть нужно просто улыбнуться, отойти. Хорошо. А вот у нас… Ты же сейчас в купальниках не проводишь дефиле, насколько я понимаю? Или проводишь? А что такого неприличного? Подожди, я же не о том привлечу. Ты сразу в штыки… Нет, потому что эта тема все время… Я же не могу ее не задать. Муссируется. Есть ли критика с этой стороны, почему вы дефиле проводите? У нас тут не принято, нормы, каноны какие-то есть? Ну, послушайте, какие каноны? То есть есть виды искусств, да, начиная с цирка, да, то есть когда гимнасты выходят, то есть либо очень в облегающем, либо, значит, в купальниках, либо еще как-то, да, то есть, я не знаю, любые танцевальные направления, там, бальные танцы, ко всем, всем очень нравятся там бальные танцы. Почему? То есть фигуристы наши замечательные, они выходят в купальниках. Какое безобразие? Плавцы. Да что ж такое, да, да, плавка, 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 попадает, плавает. Понимаете, ну, можно закопаться в этой теме, ну, глупость это. Конкурс проводится для молодых девушек, для молодых девушек, у которых все в порядке с фигурой. И что они готовятся к этому. Эта эстетика, она никак не связана с какими-то побуждениями неприличными, абсолютно. Это эстетично, это красиво. Любой перебор, то есть какие-то, я не знаю, ниточки на девушек мы не надеваем. То есть приличный купальник, он для современного человека, он выглядит приличным. И все понимают, о чем тут речь. То есть не надо перегибать ни в ту, ни в другую сторону. Никто не говорит про гипертрофированные какие-то формы, да, неестественные, там, искусственные грудь или еще что-то такое. Поэтому не надо говорить на эту тему и не надо смешивать одно с другим, да. Когда говорят, ну вот, у нас ведь мусульманская республика. Причем тут мусульманская или мусульманская? Я говорю, а что, монашки тоже, как бы они, то есть в православии, они что, в купальниках ходят? Это равноценно абсолютно. Если люди посвящают свою деятельность, вот, служение Богу, мусульманка, она православная, там, иудаизм это, или еще какая-то другая религия, это не надо, это не касается. Мы говорим о светской жизни, и у нас нет такого, что на пляжах у нас выходят и все, значит, в чем-то, в каких-то рубахах выходят, и в хиджабах, да. Конечно, 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 поэтому кому что нужно, и не надо здесь муссировать эту тему, и не нужно как-то, вот я говорю, смешивать одно с другим. Толерантность, давайте мы говорим, будем говорить о совместной толерантности, то есть не просто толерантность вот к тому, что вот вы, значит, кто-то ходит в хиджабе, и все должны ходить, это же не толерантность. Обратная сторона этой медали также есть, да, поэтому не надо перекашиваться ни в ту, ни в другую сторону. А про мужской интерес я еще раз говорю, слава Богу, что мужчина еще интересуется девушками, это слава Богу, да, с какой целью, это уже другой вопрос, да, то есть и с какими-то... В итоге, дай Бог, чтобы это с целью продолжения рода человеческого, да, правильно? Собственно говоря, да, то есть главная, главная тема у нас есть, и это замечательно. Когда приходить? В каких городах отборочные туры? Куда обращаться? По каким у себя дням будет вот этот вот отбор и где? Сейчас уже стартует финальный этап конкурса Мистер Торстан. Что я подразумеваю под финальным этапом? Потому что проводятся конкурсы в республике, это и студенческие конкурсы, и какие-то городские, да, то есть где девушки уже в конкурсной истории, и есть победительницы, и те конкурсы, которые проводятся при нашем участии, при нашей поддержке... А здесь Нижнекамск, по-моему, недавно было, да? Нет, еще не будет, это был только кастинг, а будет скоро конкурс 7 декабря, я туда поеду, безусловно, и победительницы вот этих конкурсов, которые проводятся либо в республике, либо здесь в вузах, в Казани где-то, да, то есть мы, студенческих очень много сейчас всяких конкурсов, они становятся сразу финалистами. Томатически, а не финалистами. Да, финалистами, то есть победительница конкурса. Все остальные имеют возможность заявить о себе на заключительном отборочном туре, то есть заключительный кастинг, который проводится здесь у нас в Казани, традиционно на сцене в Меге. И в этом году он состоится 15 декабря. 15 декабря мы ждем всех девушек, которые могут побороться за звание пока еще финалистки конкурса Мистер Торстан. А финал конкурса, куда мы приглашаем абсолютно всех зрителей, всех болельщиков, состоится 24 января в КРК «Пирамида». Опять же, традиция, которую мы исследуем уже много-много-много лет. Супер. Потом конкурс Мисс Россия и Международный и так далее. Хорошо, я желаю вам всего хорошего, успехов вам, вашим девушкам, в вашей беспрестанной, в вашей постоянной борьбе за красоту. Спасибо. Спасибо.